Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Христос воскресе! Мы достаточно часто и много, и с разных сторон, обсуждали тему веры. Но вот сегодня возникло предложение поговорить о вере как о даре Божьем. Если это дар Божий, то почему есть люди, этим даром обделенные? И если это дар Божий, то нет ли, получается, некоторого предопределения людей, тех, кто предопределен верить и, соответственно, как следствие предопределен ко спасению, а есть люди, у которых такого таланта нет, и что тогда с ними делать? Поговорим об этом с ректором нашей Самарской духовной семинарии, с отцом Максимом Кокаревым. Здравствуйте, батюшка! Добрый день, отец Сергий, добрый день, дорогие друзья! Мне бы хотелось несколько цитат, ну, так, вброса нашего, да, для разговора. Цитаты из Священного Писания, из Евангелия. Первая цитата, Христос очень часто произносит фразу «Имеющие уши и не слышат». «Имеющие глаза и не видят, имеющие уши и не слышат». И встает вопрос, что в эту категорию неслышащих попадают не только те, кто уши закрывают и не хотят слышать, и не хотят внимать, не хотят понимать, но могут быть и те люди, которые слышать, расслышать просто то, о чем говорит Христос, не могут. Ну, мы тоже на протяжении Священного Писания встречаем неоднократно ситуации, когда Христос говорит провокативные речи, вещи, и народ от него отворачивается. Ну, самое, наверное, яркое – это, если не будете пить крови моей, есть плоти моей, то не войдете в Царство Божие. Но, соответственно, мы помним, как люди начали от него постепенно отходить. В данном случае нет, наверное, здесь нежелания слышать. Скорее, это действительно такое непонимание, о чем Христос говорит. Вторая цитата – это Евангелие от Матфея. Ее очень часто используют для доказательства того, что само по себе таинство крещения механически не действует. Это когда мы слышим фразу «Тот, кто имеет веру и крестится, тот спасен будет». И вот, собственно, люди говорят о том, что крещения самого недостаточно, необходимо это таинство принимать с верой, то есть необходимо сначала уверовать. Ну и, наверное, третья цитата. Христос говорит, что «Тот, кто пойдет за мной, тот, кто назовется моим учеником, у того из утробы потекут воды жизни, о которых он говорил с самарянкой». Вот если, так скажем, объединить этот дайджест цитат, то из него вытекает, что все-таки вера – это некий дар, это то, чем нас награждает Господь. И тогда встает вопрос, как же все-таки веру обрести, если ты ее обрести не можешь не потому, что у тебя там, не знаю, какой-то бэкграунд образовательный или еще что-то, то есть ты там учился в советское время, из тебя все это вышибли и так далее. А если это просто, вот ты не можешь просто сделать шаг в эту сторону, в этом направлении, то есть не можешь именно в значении отсутствия каких-то способностей? – Ну, во-первых, все-таки, да, это вопрос и очень сложный, и где-то, может быть, наоборот, и очень несложный, смотря как подойти. То есть если мы будем оперировать Священным Писанием, то есть рассматривать его как, и это правильно, как главный все-таки источник откровения, то там можно будет не только таких цитат набрать, не на один дайджест, потому что, с одной стороны, действительно очень много говорится в Писании о том, что вера – это дар, и одними своими, там, какими-то делами, особенно делами закона, там об этом говорит Павел, да, то есть человек не спасается, а спасается верой. Но в то же самое время есть целый ряд цитат, которые указывают на участие самого человека. То есть не вот этот дар на тебя сваливается, да, как такой вот, скажем так, ну, ничем не обусловленный, потому что мы прекрасно с вами знаем, да, то есть добавляю в этот дайджест такие цитаты, что Царство Божие нудится, да, и, ну, по-славянски, нужницы, то есть это те, кто прикладывает усилия, что совсем не очень понятно, славянский, наверное, текст, Царство Божие силой уберется, и прикладывающие усилия его наследуют, то есть они прикладывающие усилия его не наследуют. То есть здесь не сказано, что его не наследуют те, кого нет к этому дара особого, да, а сказано, не прикладывающие усилия. Поэтому, ну вот... Ну, в данном случае мы отождествляем Царство Божие и веру, потому что Царство Божие действительно берется силой. Но, например, вот я уверовал, и дальше я, когда уверовал, моя же вера мне посылает определенные запросы, ну, например, индикаторы моей жизни, качества моей жизни, что ее нужно исправлять. Это исправление, как правило, не дается легко, и тут я действительно прикладываю ряд стараний и усилий для того, чтобы войти в живые отношения с живым Богом, что и называется Царством Божиим. А вот, собственно, сама по себе вера-то вот, она ради нее... Здесь же не говорится, что вера нудится, здесь Царство Божие нудится. Ну, то есть вы имеете в виду самые первичные, да, призывы? Ну, вот здесь понятно, что действительно в конечном итоге, в самом большом даре остается только вопрос, вот действительно, есть ли те, кто этим даром обделены совсем, да? Ну, вот понятно, что мы когда сталкиваемся... Здесь, наверное, вот то, что мы знаем из Священного Писания, не то, что мы знаем, насколько мы можем знать про Бога вообще, да, то есть как мы себе представляем, мы сопоставляем с своим реальным опытом с тем, что видим в людях, и в людях нам иногда кажется, что там вот прям вообще нет. Иногда складывается ощущение, что ты общаешься с человеком, у него нет того органа, которым верят. Ну, то есть вот, да, нет какого-то вот этого органа настройки, да, который улавливает эти частоты. И получается, то есть тогда получается, действительно может получиться какое-то детерминистическое представление, что да, это действительно предопределение, кто-то категорически не способен, ну, просто вот совсем. И некоторые люди, абсолютно реально, часто приходилось сталкиваться, сам человек изнутри себя себе это использует как оправдание. То есть мне действительно человек говорит, что вот, ну, вот я не могу поверить. То есть вот есть люди, которые на скрипке играют хорошо. У человека от рождения идеальный слух, там на скрипке нужно вообще слух иметь, там, да, там в четверть, там, не знаю, тона, вот, то есть, и, а я вот мне слон на оба уха, ну, это вот мой случай, у меня действительно музыки вообще никакой, это вот дах, да, такой, вот, и, ну, мне кажется, абсолютную аналогию проводить между одаренностью, допустим, ну, вот, мне тоже всегда завидно, когда очень много моих друзей начинают, там, сказать, спокойно сходу слагать стихи, вот, то есть я всегда в этой компании себя чувствую не очень, потому что у меня, да, с этим тяжело, ну, никогда двух строчек не срифмовал, а если срифмовал, то получилось, не дай бог, вот, но мне кажется, что вот тогда мы представляем себе Бога, да, как существо очень избирательно действующее, то есть я как христианин с такого Бога верить, ну, просто не хочу, как минимум, то есть, который вот почему-то одних людей одарил, а других совсем не одарил, другое дело, что действительно, наверное, вот притча таланта говорит о том, что, вот, ну, действительно, может быть, по разной тонкости бывает человек даже в отношении каких-то других даров, и, наверное, но эта притча, она, наверное, подчеркивает, там же нет ни одного человека, которому не дано совсем, то есть вот там все это дается как дар, да, и которые они потом развивают, как раз вот потом уже прикладывают усилия, нудятся, а сначала им дано. Понятно, что и здесь, конечно, может быть, кому дано, у кого этих способностей, может быть, менее выражены, да, то есть, может быть, и спрос у него, наверное, не такой, если вопрос, что делать с людьми, у которых, но представить себе ситуацию, в которой мы можем списать значительное количество людей, а как бы вот часто говорят, что вообще это удел элиты, да, то есть это вот встроенный вот этот орган веры, это типа вообще вот у очень развитых, у каких-то одаренных людей, а ну, остальные, ну, так, масса, вот чуть ли не 90%, которые как бы изображают веру, даже если они пытаются быть верующим, то есть даже вот по переписи населения верующих много, это все вот, да, то получается какой-то такой, не знаю, очень сильная сегрегация, и, ну, вот, ничего из священного писания нам так явно, да, и не заставляет нас видеть в Боге такого, ну, шовиниста, который, да, очень сильно разделяет людей, то есть я вот своим любимым, любимчикам избранным, я, значит, дам этот инструмент, они будут слышать мои призы, будут слышать моя вера, а остальные, ну, так сказать, расходный материал, условно говоря. Поэтому можно себе представить это как все, понятно, здесь, кстати, играет большую роль то, что вы назвали бэкграундом, то есть я думаю, здесь тоже к вопросу о том, что с ними делать и как оценивать, ну, мы, даже Господь, когда, да, принимает того или иного человека, ну, то есть делает, ну, назовем это, определенную скидку, то есть потому что одна и та же проповедь, иногда по-разному ложится, и не всегда это прямо вот вина самого человека, действительно, то есть если тебя вот прямо вот, ты целенаправленно воспитывался всю жизнь, там, таким убежденным, в убежденно-атеистическом окружении, и в этом достигли определенного успеха, то, ну, тебе, конечно, сложнее. У тебя этот инструмент, даже если он есть где-то, да, он встроен, словно говоря, ну, то есть там до его работы и отладки, да, то есть его ломали, уничтожали, там, разрушили эту антенну, то есть как могли, и всячески убедили тебя в том, что даже если ты пытаешься расслышать призыв какой-то к вере, да, что это все, значит, тебе надо к психиатру, вот, то есть весь твой религиозный опыт, который мог бы быть, в принципе, мог бы быть, его уже настолько заранее дезавуировали, да, то есть столько всего тебе, да, обратного внедрили, понятно, что иногда человек не слышит, не потому что сильно, прямо откровенно не хочет, а у него есть вот куча каких-то вот социальных или там. Что мы скажем такому человеку? Вот такому человеку, которого вы, в пример, привели, что я не могу верить, вот, как вообще вот этот вот, если, ну, это же я, насколько понимаю, реальная история, реальный был диалог, что вот вы ему в качестве аргументов привели? – Здесь, понятно, здесь очень сложно, да, когда человек просто, вот, там, это определенная позиция, и порой были случаи, когда, ну, вообще ни до чего не договаривались, ну, вот. Другое дело, что эти люди тоже делятся на, как раз, вот, скажем так, категории, то есть некоторые в этом успокоились совсем, то есть используют это именно как оправдание, а некоторые, для некоторых это, вот, понимаете, искренняя, такая экстенциальная боль. Я хочу, я хотел бы поверить, но почему-то, вот, почему-то, там, куча целой обрастает, почему-то, там, и воспитание, и там, вот, все как-то вместе, это отдельно. Вот. И, ну, с таким человеком еще можно поговорить, потому что мы ведь понимаем, что все-таки, вот, веру тоже в то же самое время, воспринимая ее, когда мы, когда, вот, смотрим на механизмы, ну, соприкосновения нашего с этим даром, как он приходит, ведь мы же не можем понимать это сугубо субъективно, как такой религиозный опыт, вот, вот, каждого что-то коснулось, да, я вот, да, Бога голос своей души напрямую, прям, совсем напрямую, да, без посредников почувствовал, просто вот так вот сидел-сидел, да, или там, и почувствовал. И чаще всего это, конечно, происходит, мы знаем, то есть, нам Писание говорит, что откуда вера? Вера от слышания, да, то есть, там, вот, есть, там, цепочка у апостола, которая говорит, что, а как бы вы поверили, если бы вам никто не показал? Ну, даже, может быть, не столько рассказал, что просто информацию передать мало, а какой-то опыт показал, а кто-то просто столкнулся с верующими людьми, да, понятно, что, ну, в общем, тоже разные верующие люди, не со всяким хочется сталкиваться иногда, да, вот, но если ты, то есть, то есть, для многих, вот, для тех даже, кто не хотел, да, верить, даже закрывался, таким опытом становилось столкновение с настоящим верующим человеком, да, то есть, даже не с тем, что он сказал, не всегда с тем, что он сказал, а, может быть, как сказал, да, или, и, и часто не с человеком, а, ну, напрямую, то есть, сказать, через века с носителями первоначальными той традиции, ну, с текстом, с апостолом. Поэтому, конечно, можно поставить этот человек, если он хочет, говорит, что пока не может, но хочет. Это вот самый интересный пример из Писания, это тот человек, который, да, вроде и хочет, это верю, Господи, помоги моему. не верю. Это же искреннее признание, что человек признает, что у него может быть не все в порядке с этим инструментом, но зато в его случае он искренне хочет. То есть, если хочет, то ему, как оказалось, человеку Христос навстречу идет. В том евангельском конкретном случае. А здесь мы помним случай. Я рассказываю про разные опыты. Понятно, что предложить человеку свой опыт я в меньшей степени могу. Он, как правило, невыразим. То есть, маяки — это отношение звука. Но есть то, что записано. Там, где люди все-таки смогли выйти за пределы своего внутреннего ощущения, что-то рассказать. Но все мы помним знаменитый примет Антония Сурожского. То есть, это же был в принципе подростковый, вполне себе молодой человек, потом подросток, потом молодой человек, который... Который, надо сказать, рос сначала нечущим, но потом в конечном итоге пришел к абсолютному неверию. Да. И в какой-то момент все-таки решил до конца расставить все точки над «и». То есть, в принципе, можно считать, что на тот момент он был откровенно скептиком, откровенно, откровенно. И решил просто удостовериться в этом окончательно. И что-то вот он взял в руки Евангелие, может быть, думая, что это последний раз в его жизни, когда он с этим имеется столкновение. И это вот совершенно какой-то опыт. Ну, то есть, я не могу сказать, что у меня в жизни что-то подобное было. Нет, это совершенно уникальная история. Но у некоторых бывает вот так. Он читает Евангелие и ощущает, да, и видит буквально Христа, и то есть общается с Ним. Понятно, что мы, проповедуя вообще в глобальном смысле Евангелия, там, ну, внешнем, мы не можем только на это салат, мало ли кому что, да. То есть, это такой очень субъективный опыт. Это не аргумент, да. То есть, мы там, да, у нас... Кстати, тоже... Религия откровения, мы первоисточник все-таки Писания, да, и мы как-то... Но тоже, вот опыт, и он через что пришел? Здесь бы он так дальше утвердился, да. То есть, по крайней мере, честность и поиск, да. То есть, если человек не верит, и вот он уже был почти утвержден в невере, но хотел все как-то разобраться в этом до конца. Может быть, хотел утвердиться в своем невере даже. Может, он хотел закрыть для себя вопрос свою веру окончательно. Но, по крайней мере, это не равнодушие, не теплохлавие. Все же надо вот с этой, там, мракобесием покончиться. Я сейчас вот вычитаю там все неправды, там, да, ну и как-то вот. То есть, я не понимаю, какими глазами он читал Евангелие. Вряд ли глазами, так сказать, такого верующего человека на тот момент. А вот происходит... Ну вот, но, по крайней мере, он берет. И поэтому, да, некоторым из людей я сказал, что вот если вы для себя этот вопрос закрыли, вы не верите, вам кажется, что вы не можете и не хотите, ну, тут я, наверное, ничего сделал здесь. Не могу, кроме как сказать, что зря будет. У меня вот вопрос возник в ходе вот рассказа про владыку Антония. И он очень, мне кажется, тоже важный для разъяснения нашим зрителям. Как отделить действительно то, что ты себе сам? Ну вот, допустим, сел я с Евангелем, вот, свечка теплится, я тут вот читаю. Создается какой-то определенный антураж, вот, в контекст которого помещен я. Тут раз лучик солнечный пробился, птичка на веточку села, зачирикала. И вдруг, я говорю, меня коснулась благодать. И я говорю, вот меня Господь посетил. При этом Господь, может, действительно тебя не посетил. Это вот твой фантазм. Как эти вещи отделить? То, что я сам себе нафантазировал, и то, что, ну, действительно, божественным присутствием называется? Ну, я думаю, что это крайне сложно так теоретически описать, потому что это что-то... Ну, я думаю, что божественное присутствище и настоящее сложно спутать. Это не просто вот некое умиротворение, которое мы чувствуем. Это наш поиск вот этого комфорта, да? То есть там вот то, что мы называем благодатью. Вот. Когда Господь посещает, если скорее наоборот, не очень может быть комфортно, это трепет, это, наверное, все-таки. Вот когда это умиление, это часто действительно вот, ну, поиск нашего комфорта. И мы просто путаем какие-то иногда даже на уровне, вот особенно пытаться искать этих вещей, вот, значит, создавать антураж именно, да, чтобы свечка теплилась, чтобы, так сказать, то нам, в принципе, да, любой там тень или отцвет даже от этого луча попавшего может... Это есть такая штука в психиатрии, называется, да, когда, известно, парадалия, да, когда ты там, где парадалия, это когда ты в каком-то случайном совпадении каких-то фигур, тебе видится прямо вот... Ну, вот у нас были известные случаи, когда изображение, извините, Богородицы видели совсем в неприличном пятне, которое оказалось там, да, ну, то есть это было такое, да, история, что это пятно просто там все в туалет ходили на стену, да, так сказать, по малой нужде, а там образовались соляные какие-то разводы, и туда люди ходили прикладываться, потому что визуально, ну, это на Украине реально была история, там визуально напоминало о иконографии Богородицы с младенцем. То есть там целое паломничество было. Далее страшные вещи. Когда видят там в небе пятна, когда видят сук на... срез на спил на дереве, он тоже такой вот замысловатый, и человек воспаленное, да, сознание, оно там дорисовывает, то есть, а когда он ведет туда человека с не очень воспаленным сознанием, да, говорит, посмотри, то смотрит, там, ну, на заборе написано Виктор Цой, на заборе ничего нет, да, то есть там совсем ничего нет. А для человека, если он находит таких же возбужденных, его там приводят, там, ну, то есть коллективно еще работает тоже, отчасти туда ходили, но пока кто-то не посмотрел, там, не знаю, не проанализировал химическим образом что-то такое вообще. Иногда это страшные вещи приобретает. Вот. И, ну, это отсутствие трезвости, это, ну, это, мы уже про это говорили, это отдельная история, другая сторона религиозности, это поиск чуда постоянного такой какой-то, и поиск именно утверждения, какого, в чем угодно, но, собственно, вне Христа. То есть нам нужно обязательно от благодатного огня до, там, не знаю, все, что угодно. То есть какие-то подтверждения нашей веры. Я думаю, что, у меня просто не было такого опыта, как у Ладыки Антония, я не думаю, что его можно вообще как-то систематизировать и по полкам раскладывать, но мне кажется, что это сложно спутать. Вот когда ты, когда ты себе придумываешь, это больше вот комфортно, и ты вот себе нагнетаешь эту благодать. А я думаю, что он там не очень комфортно испытал ощущение, был явный трепет, и скорее выход из комфорта, что это любое такое столкновение, ну, вот как, вот мы недавно читали книгу «Деяние», «Видение Петра», да, вот это вот «Станец за коле и ешь», вот это вот, и там слово используется изступление славянское, да, то есть он не потерял сознание, нет, ни в коем случае это не транс, это не потеря сознания, но это все-таки выход из обычного состояния. Ну, это то самое слово греческое, которое звучит как «экстасис». Ну, в принципе, так сказать, слово совершенно, да, такое, ну, ему можно сказать разные оттенки абсолютно, да, там от физиологических до, что называется, но в принципе, «экстасис» — выход из обычного состояния. То есть я думаю, что его сложно, так сказать, перепутать. Причем самое главное, что это понятно, что человек в сознании, то есть как вот все трансовые состояния, их где-то уже, да, наверное, все-таки за грани христианской практики, когда нам нет предписания от Бога выключать свою голову, выключать свое сознание, но при этом Петр явно понял, что это, вот, поэтому, это, наверное, глубоко такой личный опыт, поскольку я ничем подобным не обладаю, мне сложно. Мне кажется, что вот именно ощущение некомфортности, которую мы ищем как раз тогда, да, вот если мы, а вот скорее, ну, слова, кто там, трепет, там, страх Божий, благоговение, то есть они все какие-то вот, то есть неудобные, то есть ты чувствуешь, что с тобой что-то настолько, ну, как Петр из лодки выскакивает, да, потому что вот, ну, вот как так, да, то есть я думаю, что он эти, находясь с Христом постоянно, он уже как-то это, так сказать, не один раз испытывал, да, и как-то узнавал, да, поэтому уже после вознесения Христа, когда, то есть ему вот это на крыше там явилось, да, то есть это было не первое в его жизни, и, наверное, было чем-то похоже на то, когда он выскочил из лодки, потому что не мог находиться в одной лодке с Христом. В том смысле, что, вернее, он говорит, выйди от меня, рядом находиться даже. Ибо я человек грешный. Да, то есть ощущение некого несоответствия, трепета и ну, то есть вот в наших книжках это называется страхом Божиим еще, да, когда-то. И это не сильно, на самом деле, комфортное состояние. Оно у тебя ставит, ты, наверное, как-то ощущаешь свою малость, да, и это не елейное такое что-то, наверное. То есть я себе понимаю, что это вот по ощущениям, если, то это вот не про свечечку и не про это, а про какой-то некоторый даже там в Ветхом Завете обострялась тема ужаса вообще, что рядом с Богом оказаться и остаться в живых-то вообще типа нереально. Но это скорее все-таки ветхозаветное заострение, вот эта разница между Богом и человеком, оно немного в Евангелии все это преодолевается, но нельзя тоже до конца. Это не то, где ты можешь подойти к Богу, похлопать по плечу, да, вот так вот, как в протестантской такой манере, там дружище Иисус. Да, да, да. Но все равно, когда падают низ перед Христом на фаворе, делая так, как положено было в Ветхом Завете, то есть понимая, что перед ним, увидев этот свет, явно чувствуя, что он не физически нереальный, то апостолы падают вполне себе по ветхозаветной реакции. Прятался в щель Моисея и забивался там, да, то есть чтобы, не дай Бог, чтобы выжить. Они тоже увидели, то есть абсолютно даже нормальное для ветхозаветного человека. Но в одном из Евангелий мы видим, Христос подходит и поднимает их, не бойтесь. То есть все-таки это уже не та разница между, да, но все равно же трепет. Поэтому Антоний не потерял там ни до речи, не упал там, не стал делать, как ветхозаветный человек, но я думаю, что это было явное переживание чего-то, ну, сильно отличного от тебя, да, от всего того опыта, который ты имел. Поэтому это не то умиление, которое ты от свечечки, да. Сейчас, Максим, на сегодня наша передача потихонечку подходит к концу. Мне не хочется сейчас, опять же, задавать длинных вопросов, чтобы не обрывать на полусловие, но мне вот кажется очень важным в следующий вторник, в следующую нашу передачу продолжить разговор, может быть, вот, что называется, поближе к телу, да, как это говорится, да, поближе к тем людям, которые вот действительно здесь и сейчас, в наше время сталкиваются с определенными трудностями поверить. Вот. И мне кажется, вопрос веры как чудо здесь нельзя обойти. Вспомним и Савла, ну, и многих других. На сегодня мне хочется вас поблагодарить. Спасибо большое. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. В следующий вторник мы продолжим диалог веры как таланта, как дара и как чуда. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова